В начале выпуска экстренная информация от Комитета по чрезвычайным ситуациям. 7 и 8 апреля практически на всей территории Казахстана ожидается повышение температуры и обильные осадки, что может спровоцировать интенсивное снеготаяние, подъемы уровня воды в водоемах, разливы и подтопления. В Уральске коммунальные службы работают в две смены. Все силы брошены на вывоз снега и откачку талой воды с улиц. По информации дорожно-эксплуатационного предприятия, в сутки поступают от жителей города свыше 200 заявок с просьбой о помощи. Сейчас на прямую связь со студией выходит Бутагос Базарбаева. Она находится в одном из затапливаемых микрорайонов. Бутагос, добрый день. Ждем подробности о ситуации в городе. Добрый день. Вера, 348 рабочих. Сегодня трудятся на улицах областного центра по вывозу снега и откачке талой воды. Задействовано около сотни единиц специальной техники. В марте в регионе выпало очень много снега. С потеплением в ряде микрорайонов улицы превратились в сплошные лужи. За Чиганске жителям микрорайона Балауса приходится в эти дни проносить детей через лужи на руках. Маршрутные автобусы не всегда доезжают до конечной остановки. И добираться до школы и садиков приходится пешком. Такая ситуация повторяется каждой весной из года в год, рассказывают горожане. Нам трудно идти в школу в такое время. Как видите, грязь такая. Автобусы к нам не заходят туда. Мы живем на конечном. Две остановки и идем сюда. Ребенок приходит со школы грязным. Мы у Акимата просим дорогу нам, хорошую дорогу. На этот вопрос сейчас постарается ответить заместитель Акима областного центра Алтымбек Кайсагалиев. Алтымбек Кенесович. Расскажите, в этом году будет решаться проблема с дорогами в микрорайоне Балауса? И сейчас ситуация в городе какая? Есть ли факты подтопления жилых домов? На сегодняшний день паводковая ситуация в городе находится на особом контроле руководства области. Созданы специальные спасательные отряды в тех местах, где есть угроза подтопления от талой воды, от снежной, от снега. Проводится по уборке снега работы и по вывозу по талой воде. Созданы 130 бригад, 500 человек работают ежедневно и 130 единиц техники работают в высокосудочном режиме. Данная талая вода из-за того, что в этом году глубина промежуального грунта составила 120 сантиметров. В прошлые годы это было 60 сантиметров, то есть в этом году есть угрозы. В данных местах работа ведется и находится на особом контроле. Касательно микрорайона Балауса, данные работы будут выполнены в ближайшие годы, но в тех местах, где это основной маршрут, автобусный маршрут ездит. В этих местах будут работы, асфальтированные работы будут проведены в текущем году. Расскажите, сейчас есть ли факты подтопления жилых домов? Вода пока не зашла ни в чьи дома, да? Данный вопрос находится на особом контроле, как я отметил. Подтопления именно домов нету, но есть улиц, где откачка вода производится в высокосудочном режиме. На сегодняшний день 30 тысяч кубометра воды была откачана и вывезено 275 тысяч кубометра снега. Это достаточно большой объем. Данная работа будет продолжена. Спасибо вам большое. Добавлю, что ежесуточно в городе откачивается около 5000 кубов воды. Коммунальные службы круглосуточно принимают звонки и заявки от горожан. То есть вся работа уже продолжается. У меня на этом все. Вера. Бутагос, спасибо большое. Бутагос Бузарбаева, ситуация в Уральске. Там, чтобы избежать больших потоплений, вывозят снег и откачивают алую воду с улиц. Мы продолжим следить за ситуацией в городе.